И сегодня я хотел бы поделиться с вами теми вопросами, которые Господь полагал мне на сердце некоторое время. И сегодня я хотел бы поговорить об очень интересном человеке, который есть, история которого описана в Писании. Вы знаете, очень интересная личность, и она вошла в историю церкви, в историю вообще христианства, как один из самых нарицательных образов вообще существующих. Сейчас вы поймете, о ком речь. Наверное, в общем-то, в любом народе, в любой культуре современного мира имя этого человека, оно связано с чем-то очень плохим. И речь пойдет, как это ни странно, о том, кто был выбран Ешуа, кто был частью его близкой команды, а именно о апостоле Иуде, Искариоте. Да, все сразу так понимающие кивают головой, типа, все понятно. Можно не продолжать, правда, в принципе. Знаете, кто такой Иуда? Вы выйдете на улицу, вам скажут, кто такой Иуда, да? Еврей. Еврей. С первого ряда. Как минимум, еврей, правильно. Все зависит от того, о каком Иуде мы говорим. Их как минимум было два у Ишуа. Там был один Искариот, да, другой не Искариот. Иуда Зелот был, да, правильно я понимаю? Вот. Кстати, Зелот — это тоже очень странная личность. Вы знаете, кем были Зелоты? Они были националистами. Евреями-националистами. То есть он принадлежал к крайнему национальному крылу. То есть очень неоднозначная личность. Очень. Итак, поговорим сегодня о Иуде. Очень важно понимать, что сам по себе Иуда, он не сразу стал Иудой, как мы понимаем. Он был простым еврейским мужчиной или парнем. Мы не знаем, сколько ему было лет, но он оказался среди апостолов, потому что его интересовало то, что Ишуа говорил. Он не просто увидел в этом, как аферист какой-то, вот так проходил мимо и думает, «О, сейчас мы разведем вот этого молодого неопытного раввина и вот как бы доберемся до его коробки с такой, а там дальше все получится у нас». Иуду интересовала весть. Он так же, как и множество людей, следовал за Ишуа для того, чтобы услышать то, что он говорит. И мы ничего вообще не знаем о его семье, о его прошлом, но Библия описывает, что в определенный момент жизни Ишуа, выбирая из множества, а поверьте, у Ишуа было множество возможностей выбрать самых лучших, он выбирает, и там описан список, Матфей описывает людей, и он говорит с 4 стиха 10 главы, «Был выбран Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипадчик к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Вообще не очень хорошее поручение он получил от Ишуа. Вы бы хотели такое услышать? Я бы хотел, почему нет? Чтобы Ишуа мне сказал, идите, и знаете, что дальше описано? Когда Лука описывает избрание еще другой группы учеников, 70 так называемых, он говорит, что когда он послал этих людей, там точно те же слова используются, они вернулись в радости к Ишуа и говорят, Лука 10, глава 17 стих, «70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И он дальше там разговаривает с ними. Основная идея, смотрите, избрание Иуды, оно не отличалось, например, от избрания Андрея, Фомы или кого-то другого из апостолов. То есть он был обычным апостолом, обычным верующим человеком, который хотел быть последователем за Ишуа, он был последователем за Ишуа, он хотел идти, он хотел делать дела. И знаете что? Он шел, и у него получалось. Вот я не знаю, с кем он был в паре, но предположим, допустим, это был Андрей, да, они приходили в какое-то село и изгоняли бесов. И вот этот Иуда изгонял бесов. И бесы слушались и выходили. Они возлагали руки на больных, и больные исцелялись. То есть это не просто, мы очень сильно, когда говорим об этом человеке, мы очень сильно говорим о самом худшем и позорном состоянии его жизни. Но давайте вот увидим кое-что другое. Мы видим, что он был обычным евреем, который был послушен своему раввину. Безусловно, известно, что он воровал деньги. Когда они путешествовали, было их там 12, и там может и больше было, у них была коробка с такой, или кошелек, в который они, люди, которые были благодарны, они опускали какие-то денежки, и они покупали на это еду, то, что им было необходимо. И вот однажды они стали, такая ситуация случилась, что женщина, она омыла ноги Ишо. Вы помните эту историю, да? Она разбила очень дорогое, 300 динариев стоило мира, и она натерла ноги Ишо. И Иуда, он делает комментарий на это все. Иоанн описывает в 12 главе, в 4-6 стихе. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» 300 динариев – это зарплата примерно за год. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Интересно, что Иоанн описывает вот этот вот такой короткий комментарий. Надо понимать, что он описывает его уже значительно позже всех происшедших событий. То есть он уже знал, что Иуда будет предателем и так далее. Я думаю, что если бы на тот момент Иоанн знал, что Иуда ворует, то, скорее всего, все были бы против. Либо Иоанну нужно было бы быть в доле. Ну вот, каким-то образом он позже узнал об этом. То есть, возможно, после событий смерти, после смерти Иуды, апостолы начали рассуждать о том, кем был этот человек. Вот представьте, три года с вами ходил. Он спал вместе с вами, вы служили вместе с ним, активно принимали участие, вы ругались с ним, спорили. И вот он умер. И вы размышляете о жизни этого человека. И, возможно, кто-то когда-то потом, ну или как-то они сопоставили о том, что вот давали цдаку, а вот ее не хватило. Значит, Иуда... И вы помните ту историю, когда он предложил продать мира за 300 динариев и так далее. То есть его обвиняют в воровстве, но уже не во время его жизни, а уже после того, как он умирает. Итак, Иуда, он надеялся на то, что надеются все... На что надеялись все остальные апостолы. Он надеялся занять какое-то важное место в Царстве Небесном. Они все так надеялись. Помните, когда они приходили в Иерусалим, они шли дорогой, и чем они спорили? О том, кто из них выше. Я извиняюсь, а кто спорил? Разве только Иуда об этом размышлял? Абсолютно все. Правда, все 12 они шли, и они представляли очень простую картину. Вот они входят в Иерусалим, у них есть Мессия, который сейчас всех построит. Он, короче говоря, неправильную власть с храма выгонит, римлян победит, и царство будет во всей красе развернуто, а они будут теми, кто будут управлять, или скажем так, наместниками. Не знаю, как они себе это представляли, может, землю, которую разделят на колено, им дадут по колену, я не знаю. Но, тем не менее, он не отличается в этих спорах. Петр спорил, Иуда спорил. Андрей спорил, Фома спорил. Все было нормально. Как и все остальные, Иуда до конца не понимал, кто такой Ишуа. Он смотрел на него, он видел особого человека, но он не осознавал, насколько особого человека он видит. Точно так же, как и остальные апостолы. Иными словами, он был обычным, ожидающим царства, мессианского царства евреем, который был подвержен слабостям, как и все они были подвержены, и похотям точно так же, как и все они были подвержены. И которого Бог использовал, реально использовал для своих целей, определенно хороших. То есть, он исцелял больных, проповедь была Евангелия, изгнание бесов. То есть, Бог использовал этого человека по-настоящему. Но очень интересно, как менялось сердце Иуды, друзья. Последовательность, что происходило вот в нем. Помните тот момент, когда он принимает решение предать Ишуа, и он ищет встречи с первосвященниками. То есть, он в какой-то момент, когда они пришли в Иерусалим, уже вот-вот все должно было случиться, он принимает решение внутри себя. И это было перед Тайной вечерей, перед тем седором, который был вот перед смертью Ишуа. Лука описывает эту историю таким образом. 22 глава, 3-4 стих. «Вошел же сатана в Иуду, призванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать его». Иоанн, что интересно, параллельно вроде бы, описывает немножко другой порядок. Смотрите. Он говорит о том, что сатана, он вошел в сердце Иуды во время самого седора, во время последней вечери. И 13 глава Иоанна, 26-27 стих говорит, «Иисус отвечал, тот, кому я обмакнул кусок хлеба, подам и обмакнул». То есть, перед этим был вопрос, кто-то меня предаст, да, и все начали там спрашивать, не я ли Господи. И Иисус говорит, что тот, кому я обмакнул кусок хлеба, подам. И обмакнул кусок, подал Иуде Симону Искариоту. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». То есть, Иоанн описывает, что именно вот после того, как он принял этот хлеб от Ишуа, в его сердце вошел нечистый дух. Он стал одержимым человеком. Он стал человеком, ну, как бы мы видим, что Иоанн говорит во время вечери, Лука говорит перед тем. Я думаю, что здесь нет особых противоречий, потому что перед нами определенная картина зарождения греха в сердце человека. И Иоанн, он показывает уже последнюю точку, когда человек встал и пошел. Лука описывает то место, где грех только лишь был посеян, потому что мы читаем о том, что он искал этой встречи. Но я думаю, что если бы Иуда по-настоящему решил найти первосвященника, он знал, где его искать. Идешь в храм, а там просто подходишь к любому стражнику и говоришь, «Вы ищете Ишуа? Так вот, я вам его сдам. Я помогу все вам решить». Его бы быстро привели, если бы он сказал, что я один из 12 его учеников и так далее. Итак, Яков, он чуть позже описывает этот процесс таким образом. Первая глава с 12 по 15 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И вот здесь мы видим этот процесс, когда говорит Лука, что-то зачало, было зачато в сердце Иуды. Похоть, какое-то желание, сильное стремление что-то сделать, что-то, возможно, обладать, или как-то получить какую-то компенсацию, какую-то выгоду для себя, оно было посеяно в сердце Иуды. И мы видим, что дальше, во время Седера, это все вошло в совершенно другую фазу, которая по-настоящему привела к смерти как Ешуа, так и самого Иуды в буквальном смысле. То есть мы знаем, что с ними произошло. Итак, я не думаю, что на самом деле 30 серебряников это что-то значило. Многие говорят об этом. Это тоже такое стало у нас идиомой, такой или именем нарез. 30 серебряников. Можно не объяснять. То есть речь идет, мы понимаем, о какой ситуации. Сразу же понятно. Так же, как и слово Иуда. Ох ты, Иуда. Точно так же. Ох, 30 серебряников. Все, можно понятно, о чем идет речь. Из того ящика, который он носил, можно было украсть больше. Поверьте мне. Потому что 30 серебряников, это примерно, вот так если перевести на чистое серебро весом, это 450 грамм серебра. Но это для нас может означать одну сумму, а для них это могло означать совершенно другую сумму. Потому что в разные времена есть разная покупная способность. И сейчас практически нереально посчитать, сколько это было бы на наши деньги. Но минимальная сумма это 200 долларов, максимум это 6 тысяч долларов. То есть не такая уж и большая сумма. Правда? Чтобы говорить о том, что ради этого стоит заказать человека и погубить его жизнь за 200 долларов. То есть вопрос, я не думаю, что был именно конкретно в деньгах. Потому что ящик, который носил Иуда, он не считался. То есть это вот представьте, накидали туда, он его носит там, например. Мог бы там где-нибудь приложиться. Если правильно оставаться возле, так скажем, общественного бюджета или казны такой, то он мог бы очень быть богатым человеком годам, лет через 15 такого активного служения. Но мы видим, что он идет к первосвященнику и говорит, что вы мне дадите. То есть не вопрос вообще денег, как я вижу. И что-то было другое. Что-то было, возможно, он был разочарован во всем предприятии, во всем том, что происходило. Может быть, Ишуа начал напрягать его каким-то образом, или он так вот смотрел, и что-то Ишуа, может быть, сделал не так. Потому что, в общем-то, грех Иуды был в помощи выбора правильного момента для того, чтобы Ишуа был схвачен. Он просто помогал первосвященникам аккуратно его взять. Вот так скажем. Ведь согласитесь, если бы первосвященники реально так заморочились, да, и захотели арестовать Ишуа, они бы это сделали. Они побаивались людей, они не хотели делать это громко, но по-настоящему, если бы вот они взяли за это дело, то я думаю, что и без Иуды бы справились. Правда? То есть фактически он он просто помог им сделать это по-тихому. Он не знал, как поступят с Ишуа. Иуда не знал, как будет поступлено с Ишуа. Как с ним поступят первосвященники, как с ним поступят вообще римляне. И вы помните, что на самом деле весь процесс суда над Ишуа, он был неоднозначен очень сильно. Если бы Ишуа оправдывался, его бы дали просто плеток и отпустили. И возможно, потому что помните, как Пилат, он разговаривает с фарисеями, он говорит, что вы его привели? Я не вижу никакой вины. Вообще, человек невинный. Ну что, есть свидетели какие-то? Даже свидетелей нормальных не было. То есть фактически Иуда это тоже осознавал. Что, во-первых, не так-то легко Ишуа наказать. Мы помним те истории, когда его хотели побивать камнями, он просто проходил. Его хотели бросить со скалы. И что происходило? Он просто уходил. И они ничего не могли сделать. И он понимал, что, в принципе, как бы большого вреда Ишуа, наверное, не будет. Но то, что это приведет его к определенному дискомфорту, может быть, ему дадут 39 ударов, 40 без одного, и отпустят, наругают или еще что-то. Тем не менее, я думаю, что план, скорее всего, я предполагаю, был именно в этой идее. Потому что даже когда мы читаем историю, когда происходит само, так скажем, предательство или действие, вы помните, когда они приходят в Гефсиманский сад? Что Иуда говорит тем солдатам, которые приходят вместе с ним? Он говорит, вы узнаете, когда я его поцелую. То есть, это не было таким образом. Представьте, вот они сидят в саду, и он так с ноги дверь открывает, говорит, вот он, взять его. Не такова была идея вообще. То есть, идея была простая. Иуда заходит очень спокойно, садится к Ишуа, целует его, обнимает. И тут, оба-на! Они заходят. Вот что! Учителя забирают. Какой ужас! Боимся, боимся! То есть, у него не было идеи портить с Ишуа окончательное взаимоотношение. Видите, да? То есть, он хотел, чтобы что-то произошло. Наказать своего учителя, как-то поступить с ним так, вот как-то вот так. Так, еще можно попутно денег заработать, но не было идея в том, чтобы его уничтожать, чтобы он умирал. Вот он просто вот шел, как будто шел мимо, и вот тут вот такое случилось. Итак, мы знаем тот результат, к которому приводят все его действия. И что очень важно видеть, очень важно видеть, Иуда реально раскаивается. Друзья, но он уже не может отменить то действие, то есть, он уже запустил этот механизм, и он не ожидал вообще силы этого движения. И такое бывает иногда, когда человек, он говорит, вот, например, вы попадали в такие ситуации, кто-то там говорит какую-то глупость, вот просто ляпнул слово, и сразу же получает в лицо. Вот без предупреждения, без разговоров, такой человек встает с такими глазами, и говорит, да я же просто сказал. А вот просто так получилось. Или вот такое можно увидеть, иногда люди едут на машинах, и там сигналят друг другу, да что ты там не видел, и тут вдруг они выходят навстречу, и начинают бить твою машину. И ты просто что-то, глупость такую вот в эмоциях сказал. То есть, иными словами, ты думаешь, что твое действие, оно ничего не значит, но результат просто катастрофический. Вот примерно так же было в положении Иуды. Он приходит к тем людям, с которыми он договаривался, и он раскаивается, он говорит, я совершил великую глупость. Более того, он приносит эти деньги и говорит, заберите мне это не надо. Давайте подумаем, а куда, собственно говоря, мог бы прийти Иуда, чтобы покаяться? Собственно говоря, к первосвященникам, правда? Ну, они же представляли собой кого? Духовную составляющую или духовные представители всего Израиля. То есть, они были теми людьми, которые могли совершенно по-разному отреагировать на все то, что происходит. Смотрите, Матфей 27 глава 3,5 говорит, «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же ему сказали, что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. То есть, это произошло в храме. Он пришел, принес эти деньги, они говорят, «Ну, а нам-то какая разница?» И, в общем-то, они могли по-разному поступить с ним, первосвященники. Они могли сказать, «Послушай, ты хороший вообще человек, ты действовал на благо Родины, ты понимаешь, что сейчас мы наказали очень важного еретика, который будораживал народ, успокойся, успокойся, возьми эти деньги, вот мы тебе еще дадим денег, пойди купи себе какое-то там село, например, себе купи, или там поле купи себе, или еще что-то там купи, найди себе там жену, заведи детей и благодари Господа, потому что благое ты. Они так не поступают, им совершенно все равно на жизнь Иуды. Будучи пастырями Израиля, на тот момент они откидывают его покаяние, не признавая его, не вообще не разбирая эти вопросы. И именно из-за вот такой реакции, именно из-за совокупности всех этих событий на Иуду приходит такая тоска, тоска от осознания того, что прошлого не вернуть, что он сделал самую большую ошибку в своей жизни. Он не может воскресить Ишуа, он не может ничего, он пробовал покаяться, так и покаяния никому не нужно. Он понимал, что тот, кого он посодействовал в убийстве, хотя мы понимаем, что Иуда не убивал напрямую, убивали технические римляне, руками, или еврейские управляющие, руками язычников, если так говорить технически, как происходила смерть. Он был маленькой частью, которую он просто был в механизме, который использовали, выкинули как что-то ненужное. И реально депрессия была настолько сильной, отверженность, которую он пережил, он понимал, что он согрешил против Бога, тем, что предал Ишуа, он согрешил против людей, против учеников, которыми он, ну как бы, он боялся смотреть в их глаза. И Павел позже, он описывает что-то подобное из этих состояний, друзья. Во 2 Коринфянам, 7 главе 10 стихе, он говорит, что печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет к спасению, и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Очень важное место Писания. То есть, есть вид печали, которая бывает в нашем сердце, когда мы очень сильно нагрешили, очень сильно что-то произвели, ну такое вот мы просто, знаете, может не планировали, но такое уже вытворили. И печаль и тоска, и ты думаешь, как я себя просто ненавижу, вот кто тебя за этот язык дергал? Ну столько раз ты себе говорил, закрой свой рот. Или там, почему ты не поступал вот таким образом? Ну столько раз, и ты начинаешь вот в этом всем копаться и вариться. И вы знаете, здесь есть два пути, по которым можно пойти. То есть, можно отдаться этой печали, можно погрузиться в нее, и результатом, крайней точкой всего этого состояния будет смерть. То, что произошло с Иудой. Есть другой путь, путь покаяния, который производит к изменениям. И мы сейчас немножко больше поговорим. Если бы он пережил вообще вот это состояние, последствия своего поступка и попробовал бы найти утешение у людей, которые бы как-то ободрили его, я думаю, что Иуда остался бы живой. Но когда он пришел к своим наставникам, духовным лидерам, они опустили его, то есть они не принимали его и не помогли ему. Это привело его к самоубийству. Мог ли Иуда снова стать одним из двенадцати? Я думаю, что да. Я думаю, что да. В конце концов, вы знаете, что они все, все двенадцать, имели что исповедовать перед Богом после всех тех событий, которые были в Гефсимании. История, исторический процесс, вот две тысячи лет, невероятно сильно демонизировал образ Иуды. Реально. Когда кто-то нас предает, мы можем сказать одно слово — Иуда. Поэтому мы не подразумеваем одного из патриархов, тех давнешних, хотя они тоже, их вообще жизнь тоже у меня оставляет очень много вопросов. То, как они поступали, все двенадцать, между прочим, как они действовали и так далее. Во время Холокоста, когда, например, был проявляем антисемитизм со стороны так называемых христианских каких-то групп, вот так если обобщая, очень часто еврейский народ мог просто слышать в свою сторону Иуда. То есть антисемиты используют это имя нарицательное. И это все объединяет в себя идею предательства, одержимости бесами, коварством и ненависть вообще к христианскому миру как таковому. И когда хотят оскорблять евреи, они говорят, что вот это Авраам пошел, Исаак или Яков. Говорят, Иуда. И всем все понятно. Итак, я абсолютно уверен, друзья, что нам нужно переосмыслить образ Иуды. Поскольку в этой истории есть чему поучиться для нас. Помните, что Ишуа говорил Петру на последней вечере? Лука, 22 глава, 31-32 стих описывает так. «И сказал Господь», то есть это вот-вот должно было произойти, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы помните вообще, как вели себя апостолы во время вот самой тайной вечери? Не достойно особо такого какого-то, да? Они все говорили, Ишуа говорит, «Один из вас меня предат». Все говорят, «Да, не может быть», но Петр, он вообще был очень убедителен, правда? Он говорит, «Даже если там тебя будут убивать, даже если ты пойдешь в темницу, даже если там мамой клянусь, но я пойду за тобой». Вы помните, как Ишуа посмотрел на него, и он говорит, «Петр, Петр, сегодня три раза ты отречешься от меня». И тот говорит, «Да, в жизни такого не может быть». И сатана на самом деле просеял всех двенадцать, как через сито. И знаете, что правда? Правда в том, что все они оказались легкими, как плевелы, как мусор от пшеницы. То есть на самом деле никто из них не остался в этом решете. Поэтому он обращается к Петру и говорит, «Петр, ты даже не понимаешь, насколько ты слабый человек, но я молился Богу о тебе, чтобы когда ты встанешь, ты помог другим людям встать». Я думаю, что если бы Иуда, возможно, чуть-чуть подождал, возможно, они бы встретились с Петром, и, возможно, мы бы знали совершенно другого Иуду, и послания у нас были бы совершенно другие от Него, и было бы чему научиться, потому что это невероятный, сильный опыт. И для Иуды грехом оказалась алчность и вот такая черство сердца. Да, мы можем только предполагать, мы до конца не знаем, что там происходило. Для Петра был страх наказания и признание своей связи с Ишуа. Для всех остальных учеников был страх попасть в темницу. Они все согрешили в этот момент, друзья. Мы выбираем одного человека, Иуду, и говорим, «Ты подлец, достоин ты смерти». И мы как бы и не жалеем особо «собаки собачья смерть», говорят, да? Ну вот предал, вот так и подох, как вот там где-то за городом, и там упало чрево его, и ужас такой. Ну как бы Иуда, что тут взять с него? Но реальность в том, друзья, все ученики сомневались в миссии Ишуа. Каждый из них имел определенное алчное желание сесть повыше, сесть получше. Они подсылали свою маму, там, вспомните, сыновей заведеют. Ну можешь, там, учитель, пускай они сядут. Ишуа смотрел на них, как на детей. Он говорит, «Можете ли вы вообще пить чашу, которую я пью?» «Можем!» Он говорит, «Будете». «Будете». Только вы даже понятия не имеете, вообще о чём вы говорите. То есть это было совершенное детство, когда мы сталкиваемся с ними. Совершенно другой образ учеников, двенадцати апостолов, мы видим в книге «Деяний», после того, как на них сошёл Дух Святой. Они подобны львам, да? Они пережили, они получили познание Писания. Написано, что Бог вдохнул Духа Святого в них, что Он открыл разум для понимания Писания. То есть это совершенно другие люди. Здесь мы видим нерождённых свыше евреев, которые пытаются понять, кто этот раввин возле них. Или Он один из очередных самозванцев в Лже-Мессии, или Он действительно ха-ма-шиах, ма-шиах, который спасёт и избавит Израиль. Они не были уверены, они не были рождены свыше, в них жизни не произошли те изменения, которых мы говорим, когда думаем о том, что это были верующие. Мы помним, что они сомневались в Его воскресении. Мы помним, что даже после того, как произошло Фома, он приходил и спокойно говорим, мы говорим, Фома неверующий, тоже ещё один из таких ярлыков. Я бы на вас посмотрел и на себя бы посмотрел, уверился бы я вот в это или нет. Это не так просто поверить, что есть такой опыт у нас. Ну, что вот так. Он пришёл, говорит, нормальные вещи, если не увижу, не это самое, не поверю. И Шо говорит, вот он я, не вопрос, вот посмотри, вот мои дырки, вложи персты свои, почувствуй, что это я. И он поверил, И Шо говорит, ну вот, конечно, все могут верить, если видят. Блаженны те, кто верят, когда не видят. Итак, мы знаем, что между разницами, на самом деле, разница между Иудой и учениками другими в том, была лишь, что произошло после их согрешения. На самом деле, друзья, они все согрешили, они все оставили своего учителя. И разница между ними всеми была только в том, что произошло после того, как они согрешили. Мы знаем, что когда Петр, он услышал пение петуха третий раз, он встретился глазами с Ишуа. Просто Ишуа ничего ему не говорил в какой-то момент, когда он трижды отрекся от него, что там не знаю, первый раз вижу, кто это вообще, я просто здесь, я не я, корова не моя. И он встречается глазами с Ишуа, и он все понимает, насколько он голословен, насколько может быть сильный страх перед ответственностью за веру, за следование за Ишуа. И написано в Луке 22 главе 62 стихе, «И выйдя вон, горько заплакал». Петр вышел вон и горько заплакал. Очень похоже, как Иуда, да? Он пришел к первосвященникам и тоже, видно, что он говорит, я предал кровь невинную, вот деньги. И Петр вышел, ему не было кому деньги возвращать. Он вроде бы не ходил к первосвященникам, он вроде даже в двор пришел, чтобы посмотреть, что с ним будет. Но тем не менее, и мы видим, что это чувство вины было с ним достаточно долго. После воскрешения Ишуа встречается с Петром. Вы помните этот диалог, когда они сидели, Ишуа говорит ему, Петр, ты меня любишь? Он говорит, люблю. И вы знаете, там в оригинале есть так описано, Ишуа говорит ему, если я не ошибаюсь, так любишь ли ты меня? И в греческом Петр говорит, филио, или там, я люблю тебя, как друга, любого филио. Он трижды его спрашивает, последний раз Петр говорит, я агапа тебя, я люблю тебя особой любовью, ты же знаешь, что я больше друг друга. Он говорит, знаю, поэтому паси моих акзам. То есть, это момент исцеления Петра, потому что я думаю, что когда они встретились, на самом деле, все глаза были опущены вниз. Это не было просто там, ее, он воскрес, он воскрес, мы всегда это, мы всегда были за тебя. Голосовали за тебя. Не, я думаю, что было стыдно, потому что все провинились, все оставили его. И поэтому, говоря прямо, вина Иуды была очень близка к вине учеников. Это было однозначно подлое действие. И за столом Ишуа так сказал, в Луки 22, главе 21-22 стихе, «И вот рука предающего меня за мною за столом». Впрочем, Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. О ком он говорил? Безусловно, в первую очередь, он говорил о Иуде. Но если говорить по факту, все, как я говорил, оставили. Матфея 26, глава 31 стихе говорит, «Тогда Иисус сказал им, в эту ночь вы все отступитесь от меня, ведь написано, я поражу пастуха, и разбегутся в овцы». Я скажу даже больше, на кресте даже Бог оставил Ишуа. То есть, его отверженность, его оставленность, она была полной. Весь мир, он отвернулся от Мессии. Что говорить о людях? Что говорить об учениках? Итак, говоря прямым языком, между учениками и Ишуа возникла стена, которая, в общем-то, Писание называет простым словом, «грех». Друзья, если мы абстрагируемся от названия греха, дадим просто определение «грех», то каждый из них имел этот барьер, который мешал прямо смотреть в глаза Ишуа, прямо действовать. И здесь есть очень много интересных выводов, которые мы сегодня с вами можем применить к нашей жизни. Первое и важное, друзья, в образе Иуды можно увидеть поведение верующего ученика, последователя Ишуа. Этот человек услышал слово Евангелие, принимает решение следовать за Ишуом. Вот просто вот он услышал где-то проповедь нашего времени человеке, он решает, я хочу быть верующим, я хочу следовать за Богом. И он делает, исследует, и вы знаете, что у него получается? Он едет на какую-то миссию, он находится в каком-то служении, возлагает руки на больных, они исцеляются, он встречается с одержимыми, бесы выходят, то есть он делает то, что Бог говорит. И Иуда это служитель, это образ служителя, друзья, который служит, но имеет скрытые грехи в своем сердце, имеет скрытые процессы, которые разрушают его взаимоотношения с Богом. И судя по всему, он не сильно отличается от остальных, потому что у каждого есть нечто, у некоторых из верующих есть такие процессы внутренние, греховные, которые осознаваемы. Ведь согласитесь, воровство из цдаки это достаточно осознанный процесс, правда? Есть вещи, которые неосознаваемы, как самоуверенность Петра. Он говорит, всегда буду, но когда приходит момент давления, когда приходит момент ответственности за свою позицию, такой человек предает. Он не знал об этом, он не знал, что он способен, он хотел бы быть уверен, что он не сделает так, но тем не менее, когда пришло настоящее давление, он сломался. Итак, грех, он способен вырасти в сердце и привести к жутким последствиям, как для самого человека, так и для других людей. Но если такой человек приходит к покаянию, если приходит к служителям с исповедью, важно такого человека поддерживать и направлять. То есть, если такой человек в своем сокрушении приходит к верующим людям и говорит, я согрешил против того человека, против неба, я поступал вот так и вот так, я предал, послушайте, это дает возможность такому человеку восстановиться. Это заканчивает тот процесс печали, который может привести к смерти. Если не делать этого, если занять позицию безразличия, то вот такое внутреннее самообичевание, оно реально может привести к смерти и таким необратимым последствиям. Иуда это образ верующего человека, ученика, который не знает силу Божьего прощения, он не знает силу Божьего прощения, хотя многократно он говорил Евангелие и он видел, как Бог прощает грешников. Скажите, разве он не видел ту блудницу, которую привели к Ишуа, словленную в прелюбодеянии? Он видел ее, правда? Он видел очень многих, тех, кто не достоин был бы прощения по человеческим представлениям, но почему-то он не посчитал, что он может быть прощен. Почему-то он решил, что его грех непрощаемый, что он не может быть снова тем, кто придет в присутствие Божие, кого Бог обнимет и на ком покроет свою любовь. То есть он не считал себя достойной этой любви. И это было слабым в его мышлении. Очень часто люди верующие, согрешая, они наказывают себя осознанно, ходят, переживают это снова и снова. Они говорят, ну как же, я не могу так вот просто прийти и сказать, Господи, прости, что, меня просто возьмет вот так вот и простит? Я должен что-то сделать. Я буду с этого момента 99 дней поститься. Я не буду смотреть ни телевизор, ничего. Я просто я еще буду сдаку давать не 10 процентов, 50 процентов. Я буду наказывать себя и так, и сяк, и третьим, и десятым путем. Это все лишнее, друзья. Это все лишнее, потому что на самом деле достаточно было сказать, Боже, ты знаешь, что я люблю тебя. Помоги мне. Я прошу у тебя, прости меня, что я так подставил тебя. Я не думал, что так все пойдет плохо. Эта похоть, она получила место в моей жизни, она зачела там, выросло что-то ужасное, горький корень вырос, и это привело к смерти, Господи, но я хочу что-то менять, потому что живому всегда есть надежда, говорит Писание. Я хочу, я хочу идти к Богу, потому что не люди дают мне прощение, но Бог дает мне прощение. И это образ верующего человека. Итак, уроки из жизни Иуды очень важны для нашего времени на самом деле и очень применимы. Согрешая, самое лучшее, что мы с вами можем сделать, это бежать в общество верующих и искать поддержки и стремления очиститься, искать поддержки. Не уходите из общины, не уходите из церкви, если вы согрешили. Это не поможет вам решить все вопросы. Можно было прятаться где-то там по углам, но мы видим, что апостолы, они все собрались после того, как все вместе и согрешили. Они собрались и, конечно же, разговаривали. Я думаю, что понятно был шок, когда пришел Бог в их присутствии, когда Ишуа пришел, но тем не менее, вы видите, что их жизнь после этого покаяния, она кардинально была изменена. Они получили Духа Святого, они вошли в совершенно новый, неизвестный для них до того момента уровень служения. Они повлияли на миллионы людей в поколениях. Кем они были? Грешниками, которые покаялись. Кем они были? Учениками, которые не понимали, кто такой их учитель, которые были полны амбиций, споров и каких-то других таких, ну, достаточно паршивых вообще состояний. но Бог изменил их сердца. Я считаю, что нам необходимо давать и себе право на это изменение, давать и другим, нашим близким право на изменение. Поэтому надо помнить, что убежать не получится. Лучше идти туда, где вы можете получить помощь, где вы можете привести себя в порядок. Это надо помнить также тем людям, тем из нас, кто общается с отступниками, понимая, что у них может быть вот этот комплекс Иуды. Когда вы говорите, да приходи к нам в церковь, человек говорит, не-не-не-не, спасибо, мне дома хорошо, я помолюсь. Может быть, вы знаете, он просто не разрешает себе прийти. Может быть, он просто считает, да кому я нужен после этого. Я встречал таких людей, они говорят, я приду, и все будут на меня смотреть, тыкать пальцами, говорить, посмотрите, это тот, который говорил вот такое, вот такое, он говорил на нашего рэба вот это, а он так себя вел, а возможно он там издаки наши воровал, а возможно мы его. Я видел, к чему приводит такая печаль. Такие люди, хорошие люди, им не нужно было бы вот так вот, знаете, как бы отвергать, вообще не нужно. Им достаточно было простого разговора, просто 15 минут разговора с пастырем, чтобы такой человек сел и просто сказал, слушай, я тебя как человека люблю, я буду рад, если ты вернешься, давай мы попробуем начать дальше и не травить его, потому что все мы много согрешаем, и мы можем принимать таких людей в наше, так скажем, святое общество, которое так же, как и все остальные, нуждается в изменении. И 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих говорит следующим образом, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатайя перед Отцом, Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это нормально. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатайя, друзья. Зачем нам бежать от Него, если нам только с Ним и возможно решить наши проблемы. Итак, наша жизнь, как верующих учеников и последователей Ишуа, она состоит из разных этапов. «Некоторые из них достойны медалей, некоторые из них достойны смерти». Ну, я образно говорю, понимаете, да? То есть грех очень сильный может произойти. Есть вещи, которые мы осознаем, как воровство открытой Иуды, есть вещи, которые мы не осознаем, как слабость Петра во время испытаний, во время давлений. Никто из нас не может быть уверен до конца, что мы устоим. Писание говорит, если ты думаешь, что ты стоишь, молись, чтобы не упасть. И я хочу вам сказать, в этой жизни бывает всё, но важный момент не поддаваться этой печали мирской, а чтобы в нашем сердце мы научились иметь печаль ради Бога. То есть мы не делаем от этого грех меньше. Грех есть грех. Это разделение, это стена, это то, что можно решить только лишь вешуа. Но мы признаем этот грех и мы говорим, Боже, измени нас, Боже, прости нас. И я думаю, что скорее всего мы услышим нечто подобное, что услышал Петр. Любишь ли ты меня? Люблю, Боже. Любишь ли ты меня? Люблю. Ну тогда и паси моих овец, паси моих акцев, делай моё дело, потому что милость Божья, она превозносится над судом. Итак, я вас благословляю иметь свободное сердце. Я благословляю вас переосмыслить жизнь этого персонажа и, может быть, прочитать по-новому эти места. Друзья, все мы согрешили, все мы лишены славы Божьей, все мы недостойны Божьего прощения, но оно есть у нас по благодати и милости, данной нам от Господа. Давайте мы помолимся и поблагодарим Бога за это. Субтитры создавал DimaTorzok